Всем добрый вечер! Посмотрите здесь, какая прелесть! Гнездышко делает! Ты моя красота! Срок у нас 18 мая. Я уже про нее рассказывала, но это больше видео для потенциальных покупателей, кому я скидывала ссылку на мой YouTube-канал. Здесь наши девчонки родили. Тут вот уже носятся вовсю. Вон они им уже по месяцу. Я покрывала 8-9 марта. Ну, не я покрывала, в смысле, кролик покрывал. И здесь родила, здесь, здесь, здесь наши... Так, не сбеги только у меня, а то мы кроликов уже ловили в этом году. Сезон открыли. Белорусы наши. Вот эти две девчонки родили. Это наши, уже от наших вот этих вот крольчих. Вот их папаша. А вот эта что-то не родила тогда. Ну, в смысле, не покрылась. И вот каждый день жду. Давай. Вот маточник притащила. Сейчас буду ставить. Сейчас, сейчас. Все тебе назад положу. Сейчас. Все положу назад. Все. Все будет красиво и хорошо. Сейчас я это все отодвину. Да, если кому интересно. Так, сейчас, секунду. Если кому интересно. Ящики в виде маточников. Ну, вот. Конечно, когда они маленькие там и лежат, все нормально. Когда они большие, вон они уже тут прыгают. Но понимают, что туда надо спрятаться. Если честно, даже вообще не считала, в какой клетке сколько кроликов. Вообще. Не знаю. Может, кто-то лазит там. Я только в этих маточниках, ну, скажем так, лишний пух убрала. Потому что вот здесь вот его было просто много очень. Вот. Лишний пух убрала. И знаете, что иногда делаю? Я в маточник прямо подкладываю. Выскочил. В маточник подкладываю прям сено. А они сидят, его там грызут. Если получится, на этой неделе уже хотим прививать. Им будет почти там 40 дней к концу недели. Ну да. Уже можно. В 30 дней можно уже прививать. Вот. Вот в этой клетке. Сейчас отойду, чтобы понятно было. Вот в этой и вот в этой. Вообще не смогу посчитать, в какой клетке сколько. Они вот здесь запрыгивают в синник. И из синника потом перепрыгивают. Потому что вот здесь вот сетка, вот эта вот. Ну, все знают, у всех такие синники. Там вот наверху не до конца. И буквально вот чуть-чуть, и они перепрыгивают. Я теперь вообще даже не смогу определить. Это сейчас вот я сено насыпала. Они тут за два дня вот это съедают. Я сено через день подкладываю. Ну и все. И теперь вот так вот. Сколько тут их, в какой клетке сколько было. Вон там вот чуть-чуть не до конца. Вон даже видно щелочка. Сейчас резкость наведу. И они умудряются там пропрыгнуть. Поэтому у кого тут сколько. Ну, у каждой достаточно. Вот у этой девять или десять штук точно было. Я про нее рассказывала. Это самка, которая родила. Прям вот здесь вот. Вот. Гнездо не сделала. Маточник у нее стоял. Она гнездо не сделала. Сено не натаскала. Пуха не надрала. Я уже говорила. Я быстро очень их тут... У меня перчатки все время с собой такие вот. Ну вот, салофановые. Чтоб под ногти не забивалось ничего. Ну и обычные хбшные. Ну как-то вот салофановых удобнее. Хорошо вот чистая. Вообще чистая перчатка была в кармане. Домой не надо было бежать. Слушайте, меня комары кусают. Кошмар. Комары появились. Ну вот, быстро сено напихала. В маточник. Я уже рассказывала. Кроликов быстро туда. Не то, что переложила. Я их практически перекидывала. И один у нее был мертвый. У кого-то вот из этих, по-моему, вот у той, у дальней. Самки в дальней клетке. Быстро пух забрала. Она за неделю начала уже драть. Ну и все. Тут у меня там ломятся. О, прыгают. Как эти козы прыгают. Ну, она их выкормила. Она не бросила ничего. Самка опытная. Я не знаю, почему так было. Может, знаете, как это... Чем больше родов, тем они, как это, скоротечнее, может. Но место-то она должна была подготовить. 8 марта покрыли. 8 апреля родила. Так, ну ладно. Мне надо сейчас маточник поставить. Уже стемнело. Комары уже кусают. Ну и такой небольшой обзор. Муж вот начал делать клетки. В темноте не видно. Это надо по-светлому снимать. Вот из этих вот... Тут вот у него по-быстрому импровизированные тут все это. Стол, станок. Не знаю, как это правильно называется. Вот из этих вот... Секции. Такие вот готовые. У кого-то был, видимо, такой, может, забор, может, вольер. Не знаю. Они где-то 90 на... Метр 20, что ли. Но они все разные. Есть 90 на 90. Вот они, эти секции. В темноте плохо видно. И... Попозже тогда покажу, когда уже все сделает. Вот мы из них решили сделать клетки. Покупали мы их на... Строитель... Ой, строительном. Чего говорю. Короче, где металлолом сдают? Это вот тут. Вот сено было. Вот так вот у нас все убавилось. Это плохое сено. То, что по бокам было. Маленько гнилое, подмокшее. Вот как убивается. Убывается. Вон, все, что осталось, вон, покрыто. Ну, в темноте плохо видно. Это все сжигать. Это все мусор. Ладно. Всем хорошего вечера. Уже совсем стемнело. И, кстати, журавли уже что-то не летают. Видать, все прилетели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.